в такой мы местности ехали в сторону лесной были там проходит трасса и здесь березняк очень классно просматриваем и проветриваем и лес дальше вообще вон поле и дальше еще лес но мы что-то боимся туда идти машину далеко оставили у трассы вон трасса буквально рядом здесь дорога даже проходит вот там я так понимаю с трассы съезжает вот сюда хорошо накатана и туда в глубь леса удивительное дело хотя в принципе неудивительная жара такая стоит на дворе сегодня по моему 17 сентября если не путают душица до сих пор цветет вот честно я удивлена говорила я все-таки диму взять машину и переставить и ну вернее не переставить а заехать в этот съезд с трассы и пройтись дальше проехаться тут дорога очень хорошая я надеюсь там и съезд конечно такой же много открытых таких игольчатых пупырышков на земле но гриба пока только два один польский один какой-то там типа груздя ребят нашла засохший зонтик я честно никогда не видела их живую только по видео вот он вот у зонтика кстати отличительная черта это я помню вот это колечко должно обязательно двигаться вверх-вниз вот он такой кстати на вкус говорят идеальный москве очень многие рестораны готовят на нем пиццу то есть используют это как у него шляпки большие вырастают большого диаметра и используют эти шляпки как подложку для пиццы дорожки отошла 3 метра и здесь вот такие вот какие-то сумасшедшие лопухи опять как всегда у меня тривиальный вопрос это что такое вот один-два я срезала но я их брать не буду на срезе вот такой чистый пластинки у него коричневые шляпка тоже коричневая такая чешуйчатая похожая на шляпку зонтика но темнее она коричневая конкретно вот в этих волшебных местах живой этот трудовик и у нас обратной стороны вот можно проводить полосочки клинечки лекарственные на березе растет будем сушить нам на чай и пошли мы в степь степь по дороге к тому лесу добраться как всегда хочется туда что от тебя дальше всего эх дорогие мои какая красота какие просторы вторая половина сентября около 30 наверное ну не меньше двадцать шесть двадцать семь прям ну жарко вот я сейчас проведаю все эти березняки они такие среднего возраста и не совсем молодые и не совсем старые хотя бы на бушку ничего не свалится в виде пьяных падающих берез и возможно здесь людей было меньше есть надежда я ее питаю в курсе грибники больные люди у них постоянный квест им надо чего-то найти вот все надо найти и дальше уже вот вообще не важно что за грибы главное найти кушать чистить это уже не интересно это уже быт а вот найти даже игра такая найти и кто нашел больше лучше тот победитель человек все время играет в эту игру есть правда люди нейтральные но они вообще по жизни не любят соревноваться а вот грибники рыбаки это как раз те которые любят соревнования но это же болезнь а но отходишь ты тут проходишь кучу километров ну да на природе классно ну что тебя это все заманивает вообще непонятно прошел этот березнячок ой а вон следующий пойдем а может там а там тоже ничего а после этого еще ой ну лежа большой и деревья много разных я уже не знаю на сколько километров отошла обманываешь сам себя а по итогу у нас пока в кармане один польский гриб и один какой-то тополевый подгруздок но я иду дальше мне там эти сосны нравятся чего не мне нравится а я знаю вот просто нравится дима где-то там уже машины остался сейчас буду ему звонить говорить где я вроде влажно вроде бы даже что-то должно быть прошла я поле с редкими березняковыми такими полянами зашла в сосняк интересный такой очень знакомые мне деревья легкомоторные самолеты летают не вдалеке слышно вот только что встретила горькушу одну и две волнушки кто-то срезал но не все червилы пока больше ничего не вижу снять не успела как всегда руки были заняты дорогие мои дорогие дорогие я вот только начала копать но еще не знаю что там но вижу там что то есть и вот вижу горбиков вот вместе с вами и посмотрю кто здесь что здесь слушайте меня цвет ножки радует возможно это рыжик да это рыжик закопаем смотрим вот это что это тоже рыжик 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 так вот они еще прямо вот в траве рядом с сосняком ребят сложное расстройство 80 процентов рыжиков все червилые все и мы вот так подойдем вот такие вот места вот прогалины меж деревьев сосновых сосны вот такие вот очень много рыжиков было сколько здесь собрано место из-под них сколько гнилых в пакет мы набрали всего немного я не знаю но это сосны чок покинули здесь опять березня чок противопожарная скопанная линия идет опять сосны чок сейчас здесь обследуем ну короче координаты рыжиков их мест мы теперь имеем будем проведывать время от времени в осинах молодые 7 7 7 7 7 и вот единственный товарищ которого мы пока видим ну-ка пониже его там откопай у них бывает длинная ножка ножичек на так ну я не знаю вот мы откопали этого так вот какая-то гроздь виноградная блин не знаю что это такое поэтому посреди каких какого-то и вне к как будто бы здесь высохшее болото о да так судя по всему это млечник по ходу это грузди дим ну такие какие-то подтопольные посмотри беленькие и вот молочко выделяется скорее всего да вот такие красотчики и абсолютно абсолютно чистенькие режем это кто целое гнездо таких дебрях вот эти грузди находятся мы здесь пробираемся такое впечатление что после там дождей или после схода снега здесь образовывается большое такое влажное поле такие влажные места болотистые видимо тут вот эти грузди растут но это не не тот груз который грустит какой-то может другого вида груз но он млечник сок млечный выделяется слушайте мы уже устали жара стоит просто неимоверная не уже полный пакет как полный но тяжелый он дороге иголка тяжело здесь проверю с этой стороны нет или больше ничего и буду вот так вот уже выходить туда потому что силы меня покинули это что опять же на выходе из осинников но дима сомневается вот осины вот там были эти более болотистые места вот здесь вот раскопал это листочки и очень много вот такие грибов они пластинчатые как кулачки похоже очень на валуи часто как рука занята я покажу как они выглядят так не удивляйтесь здесь два красных мухомора да я и взяла не надо настойку сделать вот они два красных мухомора вот вот так выглядят пластиночки вот так вот вот они совсем юные нераскрытые кулочки и здесь их целая куча вот разгребаясь листочки и они везде дима говорит мы сюда наверное сегодня не уйдем сейчас будем резать вот тут все раскопал трэш просто трэш посмотри покидаем мы это благословенное место нам очень понравилось очень разберемся что это валуи или не валуи но такие маленькие классненькие мы замаринуем а сейчас мы едем к метке которую поставили на карте 3 или 4 уже дня получается назад мы это бревно подметили с опятами они совсем молодые были ну и вот с не пустым пакетом спасибо тебе лес мы едем проведать это бревно движемся по трассе в сторону лесной были кстати была развилка интересно мы туда поворот на лагерь орленок бедненькие стоят здесь ищут грибы мы тут были три дня назад и вообще ничего практически не нашли слушайте ну вывел нас навигатор прям четко к этому поваленному бревну березы все грибы выкашены ну не мы одни такие умные а вот метки вот все выкашено все было в опятах хорошо у нас есть метка все может придем может они еще вырастут не знаю до которого они растут пока тепло осенние ну как тепло даже и не совсем тепло он же потому и осенний ну нам сегодня до дала природа грибочка в другом месте мы мы и благодарны спасибо большое здесь от трассы недалеко если может заглубиться то может еще найти но мы уже устали реально сегодня уже за четыре часа а нам еще сейчас на дачу тетлю до забирать так что будем выходить разберемся с теми грибами которые нам удалось собрать забыла сказать лес нас никогда без подарков не оставляет вот кто-то потерял ну извините ребят если кто потерял обращайтесь вот нашла взяла как бы этим видимо грибы кто-то разгребал посадка грибы ребят не собирайте поля обрабатывают постоянно самолета летает чего-то сбрасывают поэтому грибы там собирать не нужно ну вот весь урожай вот разложила по видам здесь но они с млечным соком это млечники типа грузди но это наверно не совсем грузди потому что они без каемки меховой но это и не сухой грузь короче какие-то грузди вот одна сырояга вот этих два что такое я не знаю пластинчатые есть вообще закрыто еще но это пластинчатый вот это по моему польский один мухоморчики уже готовы надо будет заливать спиртом так это еще в груздик и вот такие грибы а кстати прыжки забыла прыжки у нас есть все очень в песке грязи сейчас все будем отмывать вот это все выкапывалось просто из песка сухие шкурка несъемная кстати овалы говорят шкурка съемная по мою сразу почище будут вот и сделают это просто невозможно очень много грязи так и эти классно замочить сегодня глянь везде урожай прям эрочка и димочка молодцы орешки а кстати трутовик не показала перепоказала его еще надо разрезать на запчасти и пить потом чай вот этот сухой зонтик крышечку шляпочку я с собой взяла он кстати пахнет сильнее всех грибов боже чудо она голодная целый день с утра только поел аппетитно гулял но я ему варю вот курочку но он стоит ждет на меня смотрит мы тоже есть хотим поставила сковороду сейчас быстренько курицу здесь пожарим у меня отбивные заготовленные здесь все отмачивается я не знаю куда бежать кофе утром недопитый был и я ему рада отбивнушечка замариновалась я ему рада еще стою и кофе допиваю просто она мне кажется сумасшедшим вкусным не знаю почему и мою картошку есть нельзя да ладно я сейчас к этой курочки кабачков нарежу жареные кабачки с курицей нам еще раз помытые они выглядят вот так плотные очень они прям плотненькие и ножка и шляпка не ломаются ничего как кулачки почте и у них запах и рядовочный вкус но вот такого цвета я сначала думала что это валуи но они не горчат не горчат валуи он горчит и у него шкурка снимается тут конечно после того как они мокрые тоже можно шкурку постараться ковырнуть еще раз показываю пластинки частые в осинок собирали осинки березки там перемешку так все вымылая все рядовочки тополевая откалибровала их здесь у меня мелкие хорошенькие такие красотулечки замочила до утра дальше буду утром разбираться сейчас у меня просто нет сил а здесь те которые покрупнее размером вот разрезала их на пополам эти завтра отварю и подумаю может посолю а может пожарю вот эти замариную или тоже сделаю по теть галиному рецепту посолю очень хорошенькие прям такие ух кулачочки вообще оболняет красный мухомору залили уже водочкой вот настаивается борма тушечка сейчас они осягут туда размочится ну недели две будет настаиваться и потом можно пользоваться вот те грибочки которые я уже часик отмочила чуть-чуть от мусора от мыла очень крепкие они были с белым млечным соком как грозди вот такие они красивые еще не все по отлипала будут откисать очень крепкие такие прям моща